Всем привет! У нас вторник. Вот я отсняла две. Смотрите, как я сижу. А вот тут у меня, в общем, бласюня, поэтому я сижу в такой позе, чтобы своей собачуне сделать удобно. Слушайте, правая-левая я ставила. Вот две целые части правильные и неправильные правши и левши. Это смехота. Вот, насчёт моего Дани, насчёт моего Даниила. Вот он у меня, так сказать, правильный правша. Его левую ногу Стив практиковал, вот серьёзно, потому что он правый намного, ему было удобнее играть в футбол. И в бейсбол у него всё абсолютно вот правильный правша, назовём так. Футбол, сокер правильный правша. Но Стив ему оттренировал левую ногу, что он практически вот 90% он левой ногой может так же хорошо играть, как и правой, но это чисто оттренировано. Это долгие-долгие, там, 10 лет по тренировок. Дженнифер у меня интересная левша. Я тоже интересная правша. Интересная, необычная. Муж тоже необычный правша. Вот. Артур я ещё, кстати, вот недорасспросила. А теперь насчёт... Вот, насчёт Даниила закончу. Он же у меня вот, так сказать, обычный правша. Но я тоже могу сказать, что не просто обычный, а вот необычный. Почему? Потому что вроде бы он обычный правша. Но его рисунки, его не рисунки, его карандаш одни делали, в общем, на этом в изобразительном искусстве, на уроке изобразительного искусства они делали карандаши. Ну и Дженнифер, кстати. Дженнифер карандаши не посылали ни на какие эти вот выставки. А вот Данин карандаш среди всех детей, среди всех классов, там, 4 или 5 классов, его карандаш отобрали на выставку. Именно его. Я храню этот карандаш. Я храню и Дженнифер карандаш ту, это тоже. Но и Данин карандаш тоже, это я к тому, что он у меня тоже не совсем обычный правша, то есть у него не просто логика работает, а, наверное, артистическая натура тоже есть, потому что вот его именно карандаш, хоть он говорит, что вот он не умеет там ни рисовать, ни это вот, ну, в принципе, так говорит, как я, но вот его работу, как и мою, его отобрали на выставку, реально. И у меня сохранились фотографии с этой выставки, а мы и Дженнифер не отбирали. А Артура называли официально здесь вот во всей школе. Вот он отзанимался здесь в Америке в школе, и официально называли его, признавали среди всех, так вот, и среди всего его курса, среди всех учеников, а вообще в школе много учеников, там больше тысячи учеников, но на его курсе, я не знаю, сколько там, но все четыре года подряд, три года подряд его называли лучшим художником школы. Вот серьёзно, и грамоты давали, надеюсь, я там сохранила эти грамоты. Вот, а теперь правша-левша, мне всегда нравилось какие-то украшения, два золота, два или три золота. Вот нравится мне, вот и всё, не всеми из моих знакомых нравилось, но вот мне интересно было наблюдать, кому же нравилось, причём я не расспрашивала специально, а так вот получалось. Вот это единственное кольцо, которое осталось у меня после, так сказать, знакомства с полицейским. С полицейским мы, у нас были такие необычные отношения, всё это уже в прошлом, это уже можно спокойно рассказывать, вот. Это единственное, что осталось, так сказать, из его подарков. Так, расставались мы два раза, причём два раза он говорит, и вообще уникальная женщина, что он говорит, меня никто не бросал, ты единственная, которая бросила, и не просто бросила, а бросила два раза. В общем, расставались мы два раза, с первого раза мы когда расстались, и я видела, что он разозлился на меня, в общем, я сказала, всё, что у нас там было целый год, это вообще была не любовь, вот, и ты ничего не понимаешь, и первая его реакция была, давай мне все подарки. Я такая, без проблем. Пошла, значит, там, где мы с Валюшей и Галей с девчонками жили, в ту комнату, в той гостинице, в общем, собрала все эти, вот. Вот, а он мне подарил, он мне, он мне дарил золотые украшения, он мне подарил вот это кольцо, он мне подарил перстень на мизинец, очень интересный перстень. Там он сделал гравировку из трёх букв своего первого, название, вот, своей буквой первой, своего имени, моего и Артура. Причём он это всё это соединил в один такой вот, это не иероглиф, а именно вот, чтобы в одной букве, в одном знаке виделось вот эти вот три буквы. Это было интересно, потом он мне дарил эти вот медальоны, медальоны, там, цепочки, такие неплохие часы он мне подарил. Всё, в общем, через год, вот, когда он сказал так, всё, и отдавай, я пошла, вот, всё собрала, всё это вот, золото на, пожалуйста, это вот, я видела, что он разозлился, ну, в общем, вот так вот мы расстались, говорю, всё, до свидания, всё, я тебе больше ничего не должна. Вот, а второй раз, когда мы расставались, во-первых, когда он уходил, он уходил за полгода, он уходил где-то до 2003 год, в общем, только я закончила институт после трёх лет обучения, да, вот такие сложности, и вот такой у меня сюрприз, такой он типа, ой, столько проблем, всё, до свидания, жизнь прекрасна, вот он ушёл, и я сказала, слушай, вот переступаешь порог, и до назад дороги нету, и, ну, он сделал свой выбор. Так, он золото не забирал, ну, я бы ему отдал, знаете, я живу не ради золота, я поняла вот, что, если человеку хочется, ну, пусть забирает это золото. У меня интересные были, мне кажется, очень интересно, это было вначале очень трагично, когда тебя так это меняют там на телевизор, или там за сколько называется, сколько я стою. Я стою один телевизор, я стою один кухонный, нет, один гарнитур в гостиную, один гостиный гарнитур, я стою одну машину, вот, и вот это вот он, короче, забирал, вот. А на второй раз, значит, когда он ушёл, он не забирал золото, потом он где-то через 4 месяца меня увидел, я была очень худая, и потом он мне говорит, я там испугался за тебя, что ты вот дубов режешь, что ты такая худая, и я тогда уже настроилась уезжать. И вот он говорит, давай я типа просто буду тебе помогать, вот просто ничего мне не надо, просто вот, просто помогу так, чтобы ты совсем вот дуба не врезала там в той Аргентине, вот этот момент, вот. И я тогда стала продавать то же золото, которое он мне дарил, и он мне помогал продавать вот то золото, которое он мне дарил, потому что когда мы второй раз вот стали, когда уже Артура привезла, и мы опять, так сказать, сошлись, тоже необычная была встреча, но в общем, когда мы сошлись, и он мне вернул то всё золото, то есть он там не раздал его, вот. И когда мы вот ещё 4 года прожили вместе с Артуром, всё, и я когда собирала деньги на отлёт в Аргентину, я сказала, что я буду всё это золото продавать, и он мне, он у меня купил, он у меня купил остальные вещи, то есть я вместе с ним пошла в ломбар, там сказали, сколько оно стоит, и он говорит, давай я у тебя его куплю, а это единственное кольцо я, в общем, себе оставила, оно из 3 золота здесь, красное, белое и жёлтое, он нравится, так что ему тоже нравилось, это я к тому там 2-3 лепроша-левша, вот мне нравилось белое золото и вот с чем-то, и вот смотрите на эти серёжки, сейчас я за них расскажу.